На прошлой неделе мы встречались с мамами детей с ограниченными возможностями здоровья. И вот в наших разговорах также на днях, буквально на днях, открыли специализированный детский сад. Подсмотрели мы форму работы с такими детьми в Израиле. И он очень востребован. Вот с родителями, когда мы разговаривали, там не только, ну даже Далия Ильизовна, наш коллега, депутат, который говорит, что 12 лет имеет опыт воспитания такого ребенка, но даже те навыки, которые подготовленные специалисты показывают в этом детском дошкольном учреждении, даже для нее навы, а уж что говорит о тех родителях с детьми, которые впервые туда приезжают. Поэтому мы обязательно эту форму продолжим. Мы договорились с руководством, с нашими коллегами, с главами районов, что в каждом районе мы подыщем специальные такие места. И чтобы плечо было, ну условно, не ездить там с Адмиралтейской слободы, в Азино, а чтобы в каждом районе, поставим себе такую задачу, за 3-4 года иметь не только в каждом районе такое детское дошкольное учреждение, но и иметь по месту жительства их несколько. Тот же Новосовинский район должен иметь парочку таких детских дошкольных учреждений. Большой Советский район, 2-3, Приволжский, Вахитовский, Авиастроительный, Кировско-Московский. Поэтому с главными договорились, давайте, я жду предложений по месту расположения. Это очень востребовано и нужно воспитывать в том числе наших воспитателей, тех, кто будет заниматься, имея специальную подготовку. Благо, такие люди есть. Гузель Рамзельна, пожалуйста, внесите предложения, кто из наших вузов, то ли это медицинский университет будет готовить, то ли педагогические с особой специализацией проходить уже в магистратуре. Внесите такие предложения, пожалуйста, давайте вместе с нашим ректорским корпусом это рассмотрим. Это очень важно. И в разговорах, когда мы встречались и в библиотеке Клары Цеткин, и на открытии детского дошкольного учреждения для детей с ОВЗ, прозвучала мысль о том, что только доступной среды, мало в спортивных учреждениях, необходимо специальное оборудование, начиная с раздевалок, они должны быть особенными. Вот опять-таки не знали, мы в раздевалке, раздевалке, на простом примере, говорит, вот есть доступная среда, есть замечательный бассейн, мы можем зайти, мы можем в бассейн для этого. А раздевалка моему сыну, говорит, 15 лет. Я с ним уже не могу в раздевалку зайти, как мама, где мальчики переодеваются, а он сам один, без помощи. Ну, нужен какой-то или волонтер, там, вот такие вещи. Они, казалось бы, простые, понятные, но пока мы это не услышали, тоже об этом не знали. Но это маленькая только, только разговора. Да вообще, мы обсудили о создании специализированного спортивного центра, где будет и плавательный бассейн для детей с ограниченными возможностями, и раздевалки, и различные специальные приспособления по занятию спортом. Это совершенно другое оборудование, совершенно другая доступная среда. Я задал вопрос. В комментариях, кстати, после моей новости было, вот, ну, неправильно во всем мире. Обычные дети должны быть с обычными детьми, чтобы они чувствовали социализацию. Все правильно, но у нас целый Казань для этого есть. Наши улицы, парки, скверы, школы, в конце концов. Но именно родители сказали, что вот спортивное учреждение, оно должно быть специальным. Мировая практика тоже, оказывается, мы начали изучать. Не слишком большая, но она есть. Поэтому Далия Ильгизовна, я вот вместе с Гузейом Зелина, с главами, все тут в данном случае можно с меру по нитке информацию собрать. Давайте найдем лучшую практику и, опираясь на нее, сделаем собственный центр. Я сразу говорю, что это будет государственно-частное партнерство. Я надеюсь на неравнодушных наших жителей Казани, предпринимателей. И сами мы принимем, в первую очередь, сами. Я в том числе примем большое участие в финансировании этого проекта с тем, чтобы в Казани такой центр был. И в этом году мы займемся проектированием. От глав районов, как мы договаривались, я еще жду площадку, чтобы она по транспортной логистике устраивала. Ну и в целом, давайте вместе подберем и реализуем этот проект. Сегодня начнем деловой понедельник с одной из важнейших тем этого лета, да и многих последних. Президентская программа нашей республики капитальный ремонт жилого фонда. Анисимов Дмитрий Владимирович, пожалуйста, представитель комитета ЖКХ. Утвержденная программа капитального ремонта по городу Казани на 2021 год охватывает 295 домов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. В текущем году, в связи с выделением дополнительных денежных средств, программа добавлена новых 54 дома. В основную программу включены 243 дома на сумму 2,2 миллиарда рублей. Конкурсные процедуры проведены 5, 12, 16 и 19 апреля и 12 мая. Для сравнения, в прошлом году первый конкурс состоялся 8 июня, а последний – 14 июля. На сегодня заключены из зарегистрированной жилищной инспекции контракты на 238 дома. Подрядным организациям выплачен аванс в размере 15%. Исключены из программы два дома. По трем домам конкурс не состоялся. В дополнительную программу входит еще 54 дома на сумму 589 миллионов рублей. Проект республиканского постановления согласован всеми ведомствами и в настоящее время проходит завершающую стадию согласования в кабинете министров Республики Торстан. Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского и городского бюджета и за счет средств собственников. Функции строительного контроля осуществляет МУП служб технического надзора, которого выиграла аукцион. В перечне работ на этот год ключевыми, как и прежде, остаются ремонт фасадов, крыш и инженерных коммуникаций. Полный перечень работ, который выполняется в этом году, приведен на слайде. По программе капитального ремонта 2021 года будет отремонтирован 71 малоэтажный малодоходный дом. За последние 5 лет отремонтировано 271 такой дом. Напомню, что всего по 295 домам программы этого года будут отремонтированы 147 кровель. В 106 домах будут выполнены работы по ремонту фасадов. В 123 домах будет отремонтировано отопление. В 4 домах будет выполнена работа по замене противопожарной системы. Дополнительно в рамках проведения текущего ремонта управляющими организациями будут отремонтированы фасады на 139 домах, крыши на 57, отопление на 55 домах и подъезды на 328 домах. В 42 домах будут установлены узлы погодного регулирования. Срок завершения сезонных видов работ по фасаду кровли и центральному отоплению – 15 сентября. Всех работ по капитальному ремонту – 30 сентября. Данные сроки утверждены Минстроем Республики Татарстан и согласованы с жилищной инспекцией. Акты ввода домов в эксплуатацию после проведения капитального ремонта с приложением всей необходимых документов должны быть представлены заказчику работ фонд ЖКХРТ и внесены в общероссийскую систему электронной торговли заказа РФ до 1 декабря 2021 года. По каждому дому составлены и согласованы графики производства работ. Однако они могут корректироваться в связи с погодными условиями, увеличением или уменьшением объемов работ. Контроль за своевременным выполнением работ, согласно графику, ведут фонд ЖКХ, исполком Казани, жилищная инспекция и, конечно, неравнодушные и активные горожане. В настоящее время аукцион не проведен по 57 многоквартирных домам. Это три дома основной программы, конкурс по которым не состоялся, и по 54 дополнительных дом из нового постановления. Заказчику работ фонд ЖКХРТ на конкурс представлены технические задания по всем дополнительным домам. Из них по 16 домам проект с меддокументация разработан управляющими компаниями за счет собственных средств и в настоящее время находится в экспертизе. После принятия нового постановления фондом будут проведены конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проекта с меддокументацией по оставшимся 38 домам. В результате конкурсного отбора в рамках первого постановления были определены генеральные подрядные организации. Это ООО КСК на 159 домов на сумму 1,4 млрд рублей и РСС «Инженерик» 22 дома на сумму 278 млн рублей. Конкурс на замену лифтового оборудования по 59 домам выиграла «Лифстроя компания» на сумму 419 млн рублей. В текущем году генеральными подрядными организациями привлекли к выполнению работ 50 субподрядных организаций, что на 10 организаций больше, чем в прошлом году. Большинство из них не один год работают на капитальном ремонте многоквартирных домов. Но есть и те, кто участвует в программе впервые. Таких организаций 14, которые проводят капитальный ремонт на 32 домах на сумму 213 млн рублей. Замена лифтового оборудования выполняет своими силами, как и в прошлом году «Лифстрой компания». На 21 июня по городу Казани физический объем ремонтных работ выполнен на 37% от основной программы. Информация по районам приведена на слайде. Процент сдачи актов выполненных работ по форме КС-2 составляет 17%. Заканчивая виды работ, подрядная организация проводит рабочие комиссии, а по окончании всех работ – приемочные. На сегодняшний день проведено 60 рабочих комиссий из 679 и приемочных комиссий на 46 из 295 домов. Для сравнения на текущую дату прошлого года ни один дом приемочной комиссии предъявлен не было. Замена лифтов выполнена на 92% и проведены приемочные комиссии на 44 домах из 59. В настоящее время существуют дома, к выполнению работ на которых еще не приступили. Это 28 домов по основной программе. Графики производства работ по ним утверждены. Мы следим за своевременным выходом подрядных организаций для выполнения работ согласно представленным графикам, особенно по сезонным видам. По дополнительным 54 домам графики производства работ будут утверждены после выхода постановления и заключения контрактов по результатам конкурсных процедур. Выполнение работ по капремонту 2020 года для подрядных организаций было усложнено введенными из-за пандемии ограничениями. В текущем году подрядом организации столкнулись с значительным ростом цен на ключевые материалы, которые увеличились по некоторым видам работ в 2-3 раза от смертной стоимости разыгранной конкурсной документации. В 2019 году в Федеральный закон номер 44 были внесены изменения, предусматривающие возможность изменения цены контракта при возникновении независимых от сторон контракта обязательств, влекущие невозможность его исполнения. К таковым относится и значительный рост материалов. Постановление правительства номер 615, по которому отбирается подрядная организация на капитальный ремонт, предусматривает возможное увеличение цены контракта до 15%, но только в связи с увеличением физического объема работ, а не с ростом цен на материалы. Этот вопрос должен состоять не только для Казани, но и Республики. Он является общероссийским. В настоящее время Минстрой Республики Татарстан направил обращение в Минстрой Российской Федерации по вопросу внесения изменений в постановление номер 16 по аналогии с Федеральным законом 44. Мы внимательно следим за решением данного вопроса. Еще один вопрос, требующий срочного решения, это капитальный ремонт многоквартирных домов, объектов культурного наследия и исторические цены градоформирующих объектов. Согласно постановлению 615, аукциону по определению проектной организации, которая будет выполнять разработку ПСД, а также подрядной организации, которая будет выполнять ремонтные работы, вправе участвовать только организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Согласно данным, размещенным на сайте Минстроя, в реестре квалифицированных подрядных организаций по разработке ПСД на объектах ОКН включено 3 организации, а на выполнение ремонтных работ всего одна. Разработка необходимой проектно-сметной документации и проведение самого ремонта требует применения в таком доме нормативов и расценок, отличающихся от типовых, применяемых в обычных многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта. Более того, в соответствии с действующим законодательством в области охраны объектов культуры и требований Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, для проведения ремонтных и реставрационных работ, помимо выполнения полного инструментального обследования с учетом оценки состояния фундаментов и грунтов, необходимо проведение экспертизы, выполненный проект с методом документации, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы, согласование которых занимает от 6 месяцев, а также осуществление авторского надзора за строительными работами специализированной лицензированной проектной организации. Зачастую стоимость разработки проекта с методом документации на ремонт таких домов превышает стоимость заложенных средств на выполнение строительно-монтажных работ. Так, например, стоимость разработки проектной документации для выполнения работ на доме номер 31 по улице Ульяново-Лени составляет 4 миллиона рублей. Срок разработки и согласования ПСД около полутора лет, а на выполнение строительных-монтажных работ предусмотрено 3,8 миллиона рублей. Таких многоквартирных домов в Казани 129. Согласно долгосрочной программе, в которой включены все жилые дома до 43-го дома года, капитальный ремонт необходим по 108 домам. В программу капремонт на 2021 год тоже вошел такой дом Лобачевского 12, дробь 32. В настоящее время аукционное выполнение работ по данному дому не проведено. Для объявления торгов необходимо получить разрешение Комитета Республики Татарстан по охране объекта культурного наследия. Данное разрешение выдается после утверждения предмета охраны. Управляющая компания направлена в Комитет Республики Татарстан по объекту культурного наследия. Проектные организации устраняются замечания. Считаем необходимо вернуться к вопросу создания отдельной программы по многоквартирным домам, признанной объектом культурного наследия, поскольку денежные средства, выделяемые ежегодно на капитальный ремонт, не рассчитаны на затраты, которые необходимы на ремонт этих объектов. В данном вопросе нас поддерживают жилищные инспекции, фонд ЖКХ, а также муниципалитеты Республики, которые имеют такие объекты. Для примера ранее, за вашей подписью, повторно направлено письмо в адрес Президента Республики Татарстан о рассмотрении возможности выделения средств программы капитального ремонта домов на ремонт двух объектов ОКН. Это Карл Марс 23.6 и Большая Красная 29А на общую сумму 96 млн. рублей, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении в аппарате Президента Республики Татарстан. Резюмирую вышесказанное, хочу отмечить, что в 2021 году в Казани своевременно прошли все конкурсные процедуры, как по разработке проекта с меддокументацией, прохождении экспертизы, так и по выбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. Мы держим на контроле ход проведения работ по всем домам, внимательно сидим за графиками производства работ, проводим регулярные объезды и штабы для решения возникающих вопросов совместно с администрациями районов и управляющими компаниями. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. В этом году по количеству капитального ремонта жилого фонда мы замахнулись на рекорд и 295 домов мы такой объем еще ни разу не ремонтировали, поэтому хочется сделать для наших казанцев побольше в этот летний сезон. И с учетом реализации всей программы, начиная с 2008 года, у нас получится 3500 домов, а это уже 70% жилого фонда Казани. Радует, что в этом году мы отремонтируем 71 малоэтажный дом. Как правило, это самые старые дома и количество средств, которые собирает население, там все время дефицитное. Ну, достаточно сказать, по отдельным домам они бы собирали эту цифру 150 лет. Спасибо президенту, правительству поддержали нашу инициативу и выделяются дополнительные средства, в том числе из республиканского городского бюджета. Благодаря таким за 5 лет мы отремонтировали 271 такой проблемный дом. Долгожданный ремонт. К сожалению, при проведении капитального ремонта мы не можем обойтись без отключения воды, когда ремонтируются сети, поэтому с пониманием просьба относиться жителей, населения. Очень внимательно прошу глав районов, комитет, подрядчиков во время самого проведения ремонтных работ, особенно крыши, все меньше, к счастью, но еще остаются факты, когда не так закрепили тент, где-то тент вообще отсутствовал, резко дождь пошел и заливают подъезд. Да, потом это все силами подрядчиков устраняется, но в любом случае радости от этих устранений мало, поэтому просьба уделять особенное внимание, тем более есть новые 14, вы говорите, подрядчиков, которые впервые выходят на ремонтные работы с ними, проводить эту работу заранее и отдельно. Просьба к жителям проявлять активность и дальше, прежде чем мы начинаем капитальный ремонт, мы проводим вместе с вами собрание собственников. Важно своевременно эти работы провести в хороший летний теплый сезон, а жителей просьба контролировать ход работ, если есть какие-то пожелания, замечания, немедленно нам сообщать, мы будем реагировать. В прошлом году капитальный ремонт был осложнен пандемией, жители домов переезжали за город, мы не могли попасть в отдельные квартиры. В этом году ограничения вводят целые регионы, Москва, Московскую область, с каждым днем все больше становится регионов, которые принимают самые жесткие меры. Какая ситуация у нас с заболеваемостью, доложит начальник управления здравоохранения, заместитель министра здравоохранения республики Жанков Владимир Владимирович. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Ильсурович, уважаемые коллеги. Как известно, с начала июня в России вновь начало расти число заразившихся коронавирусом. После второй волны число заразившихся колебалось в пределах 8-9 тысяч человек за день. За сутки 19 июня в России зарегистрировано 17 611 новых случаев COVID-19 и 450 летальных исходов. Больше всего новых заражений выявили в Москве 8 305, а 18 июня в столице фиксировали максимум за все время пандемии – 9 120 человек. В ответ на данные вызовы система здравоохранения города вынуждена принимать превентивные меры и разворачивать дополнительные места в стационары для пациентов с ОРВИ подозрением на новую коронавирусную инфекцию пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С учетом сложившейся в России ситуации, коронавирус может начать распространяться еще быстрее. Мы с вами видим, что настороженность населения падает, многие граждане не соблюдают антиковидные меры, отсутствует приверженность к вакцинации, вирус уже с нами. И единственным оружием против него является создание коллективного общественного иммунитета, ограничение контактов. Отсутствие вакцинации достаточного числа людей будет способствовать быстрому распространению вируса. Чем большее количество граждан будет невосприимчиво к вирусу, тем медленнее он будет распространяться. Сегодня болезнь протекает более молниеносно. Имеются случаи неоднократного повторного заражения переболевших ранее, что говорит о том, что постепенно защитный титр антитела снижается. Да, действительно, вакцинация не является стопроцентной гарантией от заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако, согласно данным наших медицинских учреждений, у заболевших жителей республики, у которых сформирован иммунитет в течение 42 дней после первого этапа вакцинации, болезнь протекает в гораздо более легкой форме по сравнению с невакцинированной когортой граждан. Сегодня в Казани вакцинация против коронавирусной инфекции охвачена 137 476 человек. Это 23,32% от подлежащих. Привито лиц старше 60 лет 57 165. Система здравоохранения города Казани предпринимает значительные усилия для того, чтобы сделать вакцинацию максимально доступной для жителей города. Организована работа мобильных пунктов вакцинации. Так, всего в трех торговых центрах Казани привито 11 551 человек. У семи станций метро с 1 июня по 20 июня вакцинировано 5021 человек. Мобильные прививочные бригады вакцинируют на предприятиях, выезжают на дом к нетранспортабельным, а от подвижным людям. В очередной раз призываем обезопасить от напасти себя, свою семью, близких и друзей путем вакцинации. Вакцинация сегодня безопасна, эффективна и проводится на бесплатной основе. И в наших общих силах вернуть прежний порядок жизни без ограничений и неудобств. Прививаться это правильно. У меня все, спасибо. Спасибо. Вчера страна поздравляла врачей, медсестер с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Владимир Владимирович, вы у нас практикующий доктор. Для тех, кто не знает, Владимир Владимирович до сих пор ведет ночное дежурство, поэтому знает ситуацию на земле не из отчетов, а как практикующий доктор. Поэтому в вашем лице поздравляем всех наших ангелов в белых халатах. Низкий поклон. За пандемийный период цену доктору, врачу, медсестре страна узнала. И не страна, а весь мир еще больше, поэтому низкий поклон. И чтобы сами были живы-здоровы, и уверенное вам население тоже пребывало, вела здоровый образ жизни, во-первых, а во-вторых, укрепляло свое здоровье. За этот год мы практически забыли, что такое жесткие ограничительные меры. Поэтому, когда вводятся в некоторых регионах, видим, насколько без желания, без восторга это жители воспринимают. Решение принимает Роспотребнадзор, хотя озвучивают руководители регионов. Но решение принимается на основе четких данных, количества вызовов скорой медицинской помощи, госпитализации, тяжелых случаев и летальных исходов. Поэтому в наших руках не допустить развития такой ситуации в столице. Но ситуация ухудшается. И ухудшается из-за того, что не соблюдается социальная дистанция, не соблюдается санитарная защита, люди не носят маски. Вчера, позавчера внимательно смотрел на остановках. Вообще, если транспорт заходит, там еще требуют. На остановках стоят рядом. То есть, что называется, народ на расслабоне. А статистика очень плохая. И показания в том числе. Поэтому призывы соблюдать социальную дистанцию, внимательно следить за средствами защиты, маска, мыть руки. И то, чем завершил Владимир Владимирович, это нужно быть благоразумными и прививаться. Мы давайте отдельно обсудим количество привитых в станции метро, в торговых центрах, говорит о том, что мы до людей должны дойти. Учитывая, что у нас 220 тысяч населения в поселках, давайте, глава, подготовьте предложение. Сейчас это количество еще больше, с учетом того, сколько детей и студентов находится на каникулах у своих родителей, у бабушек, у дедушек. Как нам дойти до поселков с тем, чтобы люди не стояли какие-то очереди в поликлинике, хотя там очереди особых не наблюдается. Но давайте с того же поселка, я не знаю, там Салмачи доехать, или там Привольного до поликлиники. Это время. Люди поливают огород, занимаются огородом. Давайте, как в известной рекламе, если вы не идете к нам, мы идем к вам. Поэтому очень важная информация. И то ли люди привыкают к тому, что опасность где-то рядом, и думают, что это не их коснется, но ситуация в Казани развивается. К сожалению, третья волна, она уже наступила. И думать, что у вас это не коснется, не коснется тогда, когда соблюдается все то, о чем предупреждает нас Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения. А пока расслабляться не просто очень рано, а очень опасно. Одно из мероприятий прошлого года, которое мы перенесли из-за пандемии и ковид-ограничений, это была Всемирная конференция исторических городов. Евгения Анатольевна Лодвигова. Хайр Лерте. Хармат Лерисур Рейсулы. Хармат Лекалегла. С 24 по 26 июня в городе Казани состоится Всемирная конференция исторических городов. Организаторами конференции выступает мэрия города Казани совместно с Лигой исторических городов Киото и Япония. В состав Лиги на сегодня входит 125 городов из 65 стран мира и руководит организацией мэр города Киото господин Кадакава. Казань выиграла право на проведение этой конференции еще в 2018 году. Тогда мы опередили такие города, как Ширас, Иран, Баларат, Австралия, Тайнань, Тайвань, Чиндук, Китай, Ест, Иран и другие. Мероприятие было внесено в план мероприятий, как вы уже сказали, по подготовке и проведению столетия образования ТССР. Мы тогда провели предваряющую конференцию заседания Совета Лиги директоров, но из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесено на текущий год. Мы так или иначе должны его провести, потому что вообще конференция всегда проходит раз в два года, и это уже наша обязанность провести его в каком-то формате. Тема конференции – это историко-культурное наследие как основа национально-культурной и местной идентичности. Как я уже сказала, она пройдет в гибридном формате, соберет на своей площадке руководителей и специалистов в области сохранения родного языка, этнической гармонии, народных традиций, фольклора, памятников, архитектуры и так далее. В настоящее время о своем намерении выступить с докладами на тематических секциях выразили 37 спикеров из Японии, Франции, Турции, Китая, Польши, Румынии, Молдовы, Ирана, Словения и Боснии-Герцеговины. Регистрацию на сайте конференции прошли более 300 участников, из них 100 иногородних. На открытии будет впервые исполнен гимн конференции на русском, татарском и английском языках, который написан казанскими авторами специально для этого мероприятия. Для гостей города подготовлена и культурная программа, и на специально созданном сайте конференции будет идти трансляция абсолютно всех мероприятий. Также будут показаны ролики, которые посвящены наследию Татарстана, и концерты, демонстрирующие наши национальные традиции. В рамках подготовки конференции также прошел конкурс детского рисунка, который посвящен народным традициям, и на суд профессионального жюри были представлены работы 160 детей из 14 стран мира. Лучшие рисунки будут размещены на выставке в Казанской ратуши в дни проведения конференции. Все участники конкурса получат грамоты и благодарственные письма. Мы надеемся, что, несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку, мы проведем конференцию на высоком уровне, а также передадим право проведения следующему городу, который также будет объявлен в рамках данного мероприятия. Ихтибар Асанщин Рахмет, спасибо за внимание. Рахмет, как ни удивительно, есть положительные моменты от того, чему мы научились в пандемийный год. Теперь уже два года мы обратили внимание на возможности использования цифровых технологий. Я имею в виду проведение встреч с коллегами-экспертами из множества стран. Азии, Америки, Европы в режиме конференции онлайн. Поэтому и Всемирная конференция исторических городов в Казани максимально пройдет в режиме онлайн. Мы рисковать не будем. Отдельные эксперты, которые приедут, соблюдая социальную дистанцию, мы проведем. Но давайте еще раз. Сейчас подавляющее большинство онлайн и проводить нужно, но с учетом того момента, в котором мы сегодня живем. С начала лета мы столкнулись с новым вызовом. Не только мы, но и вся страна. Это я имею в виду самокаты. Мы пригласили участников рынка и договорились о совместных действиях. ГИБДД нашей республики, прокуратурах города и республики. Ильдар Савидзианович Шакиров о принятых решениях по регулированию работы и использованию электросамокатов на территории Казани. По вашему поручению, Ильдар Савидзианович, разработан порядок деятельности компаний, предоставляющих услуги шеринга электросамокатов на территории Казани. Постановлением исполнительного комитета города Казани 16 июня утверждены принципы и требования размещения парковок электросамокатов на территории города. 17 июня подписано соглашение о взаимодействии сторон между Комитетом по транспорту Казани и компаниями, оказывающими услуги по прокату электросамокатов в городе. В данном документе изложены, как требования предъявляемых техническому состоянию самокатов, ограничению скорости их движения, категорическому запрету на пользу самокатами детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ряд других требований. В целях реализации данного соглашения для обеспечения безопасности пользователей по требованию исполнительного комитета города Казани на сегодня компаниями выполнены следующие мероприятия. В 60 зонах установлено ограничение скорости до 10-15 км в час, ликвидировано 16 участков, где парковка самокатов не соответствовала правилам дорожного движения и правилам благоустройства Казани. На 9 участках уличной дорожной сети установлен полный запрет движения электросамокатов. Усилен контроль над пользователями за неправильную парковку и наложение на них штрафов самими операторами. За июнь таких пользователей сервиса операторам вынесено 488 штрафов, в то время как за май их было 200. Заблокирован 21 аккаунт пользователей, злостных нарушителей правил. Кроме того, для исключения нарушения правила операторами разрабатываются индексы качества вождения пользователей, а также программа пропаганды культуры управления электросамокатом. В современных условиях транспорт малой мобильности, к которым относится электросамокат, является удобным средством передвижения. Он также повышает туристическую привлекательность города. Однако приоритетом в использовании данного транспорта должна быть безусловная безопасность движения как пешеходов, так и пользователей электросамокатов. В условиях отсутствия федерального законодательства мы в ежедневном режиме продолжим регулярные эти процессы в диалоге с самими операторами. Спасибо. Это тот случай, когда нужно принимать компромиссные решения, и одни горожане голосуют за самокаты, другие, которые привыкли видеть наши общественные пространства и пешеходные дорожки для прогулок, против этого. Поэтому это не только на сегодняшний день, вот как говорят эксперты, какое-то развлечение. Для многих это является транспортным средством последней мили. Мы изучили этот опыт и не только в Москве, которые первыми стартовали в России, но и в том числе в Европе и за океаном. Оказывается, 4 года назад точно такие же проблемы возникали по всему миру, где они стартовали. Поэтому нужны правила, которые упорядочат это движение, не разобьют, а фонарный столб, такое начинание. Поэтому прежде всего нужно к ответственности призвать всех тех, кто пользуется. Диалог у нас со всеми участниками выстроен. На сегодняшний день количество самокатов, опять-таки цифры мы посмотрели по стране, сколько их завозится. Их завезено в 4 раза больше, нежели прокатчики, точнее, самокатов на улицы города выводят. Поэтому правила нужны всем, и те, кто использует это в виде бизнеса, и те, которые на сегодняшний день используют самокаты как личные средства передвижения. Мы вместе с ГИБДД нашей республики, города, с управлением внутренних дел, встретились, договорились о регулировании. Приехали руководители этих компаний центральных офисов. Поэтому, Эльдар Сейзянч, я прошу всех ответственных, управлением внутренних дел, ГИБДД, держать руку на пульсе, и о чем договорились, обязательно реализовать. Чтобы этот транспорт стал таким же безопасным участникам и дорожного движения, и во всех наших парках, скверах, набережных и прогулочных территориях. Коллеги, на этом работа делового понедельника завершена. Всем удачи на рабочей неделе. Берегите себя. Спасибо. Спасибо.